всем привет всех с наступающим новым годом и я сегодня 31 декабря решила все-таки записать видео с макияжем как я крашусь и готовлюсь к своему новому году какой делаю макияж укладку я уже сделала делаю легкую укладку я не люблю каких-то сложных домов на голове вот мне такой укладки достаточно чтобы если что можно было упасть на диван заснуть и ничего мне не мешало вот поэтому сейчас с вами будем делать макияж немножко поболтаем немножко покажу какой-то новой косметики что-то уже видели и ним поболтаем с вами по поводу нового года по поводу старого нового года который мы провожаем в общем никуда не переключайтесь оставайтесь здесь со мной в этом видео и так ничего нет на моем лице специально я с нуля решила делать макияж так буду делать сейчас базу сначала наносить я очень люблю вот эту базу она у меня заканчивается и я вообще не знаю где ее доставать ее только через байеров можно закупить слава богу надеюсь все получится но она у меня на исходе любимая самая любимая база от our glass veil почему любимая потому что классно сглаживает поры подсвечивает убирает вообще какие-то недостатки ну она полирует и блюрит еще до тона так девочки пока и наношу базу давайте и вообще пока дела макияж поболтаем с вами хочу чтобы вы написали какой у вас был самый запоминающийся новый год самый запоминающийся новый год празднование именно нового года плохо выдавливается поэтому я тут немножечко задержусь празднование нового года самое крутое самое там не знаю запоминающийся может быть вам сделали предложение может быть не знаю у вас ребенок родился 1 января прям может быть что-то крутое вы купили поездка не знаю все что угодно пишите единственная про себя скажу что у меня был наверно один только запоминающийся и крутой новый год когда мы поехали всей семьей в лондон и отмечали именно в лондоне новый год прям самые 31 на 1 мы находились на площади где все встречаются лютом безумная была толпа там нужно было приходить за 4 часа чтобы приблизиться к приблизиться к тому месту вообще стоять на том месте где проходит сам салют самом бюро приять чтобы увидеть это было конечно что-то потому что ребенок был метод еще небольшой не сильно большой ему было тяжело стоять он просто зайти 4 часа утомился и лежал на земле ему добрые пакистанцы которые стояли рядом с нами или индусы не знаю они просто ему дали такой матрасик на котором сидели сами поделились и он просто так и лежал потому что он уже не состояние был одержать его трудного вот и мы встречали новый год потому ехали безумной толпой домой гуляли по лондону это было что-то это было самое крутое остальные года так скажем когда-то были в компаниях когда-то где-то там на выездах но вот чаще всего это дом потому что когда ребенок маленький сейчас он у меня уже не маленький конечно но все то время был маленький то заболеет то еще что-то то еще что-то и конечно же чаще всего дома и видеть куда-то ехать с ребенком сложно сейчас понимаю что это все-таки наши отговорки в голове можно выбираться и с маленькими детьми и ничего проблемного в этом главное заходить но чаще всего у нас перед новым годом накапливается безумное количество трудных дел усталости и мы с вами просто уже ни на что не способны не хотим не бронировать не что ничего хотим чтобы за нашу сделали куда-то пригласили но видите так в жизни не бывает нужно делать для себя праздник самой вот и поэтому раньше я всегда тоже ждала что кто-то для меня какой-то праздник сделать но нужно сейчас убрать все свои руки и сделать себе праздник иначе будет грустно как чаще всего мы не чувствуем особенно у нас краснодаре новый год потому что у нас нет снега да и это просто просто какой-то один из дней кажется но нужно самим еще раз говорю делать себе праздник иначе будет грустно так нанесла я базу сейчас я посмотрю ведь немножко у меня такой высадилось лицо но это классно мне нравится потому что всякие какие-то темные пятна подсвечивает эта база под глазки я тоже наношу она силиконистая она прям очень силиконистая классная и она закрывает поры еще раз давайте покажу вот эта база супер классная обожаю это база oil free минеральная минеральный праймер от our glass если вы на каких-то скидках и увидите обязательно берите редко на скидках она попадается так теперь я буду наносить консилер консилер последнее время мне нравится от dior вот этот я его люблю он такой классный увлажняющий очень прикольные вообще как все консилер dior все которые пробовала мне было порядка 3-4 штуки все мне нравились у них очень классные увлажняющие несущие под глазами консилеры вот этот dior backstage очень нравится пишите обязательно самые запоминающиеся празднования нового года не знаю когда этом видео выйдет не знаю может быть первого числа скорее всего посмотрите первую надеюсь вам будет интересно как раз нечего делать мало кто из блогеров что-то выпускает первого числа мне обычно я скучаю или сплю до обеда так вот выдалось что 31 у меня нет клиентов и получается я смогла для вас снять видео обычно остальные года как-то всегда было много людей всегда я занята чем-то а сейчас решила приехать в студию и снять для вас видео хотела я на неделе на неделю выдалось несколько трудно и вообще последние несколько недель а уход вот этого уходящего года уж конечно я не говорю что сам год был сложный неимоверно для всех нас а у меня последние недели были настолько депрессивные плохие с кучей неприятностей под конец вот на последний на неделе мне случились небольшие неприятности и с машиной и вообще в личной жизни и мне казалось что я теряю силы нет сил совершенно ни на что ни на какую жизнь это что честно что я на дне и все плохо и в работе и в творчестве все плохо но но взяла себя в руки и решила накраситься сделать себе классный макияж на новый год потому что всегда своры и макияж и прическа они всегда поднимают настроение у меня были клиенты которые мне приходили говорили юля решили сделать себе фотосессию потому что очень тяжело на душе ничего не радует но надо как-то выкарабкиваться поднимать себе настроение для женщины накраситься сделать прическу одеться красиво все-таки это много значит поэтому девочки не пренебрегайте даже если вы решили встречать новый год в костюме спортивном накрасьтесь немножко накрутите себе вот как я то уложите волосы и вы будете себя чувствовать гораздо лучше я говорю этот потому что этот год очень трудно и многие не чувствуют приближение праздника и естественно дань нет желания краситься не желание наряжаться вообще отмечать новый год такой вот он вот до не навевает приятных мыслей много грусти и всего остального все поняли да но нужно как-то брать себе в руки и создавать себе праздник да понятно что искусственный многие не хотят улыбаться но девочки я за позитив иначе иначе можно вообще впасть в депрессию так отвлечемся от грустных мыслей нанесла консилер сейчас я буду наносить кстати буду наносить тон тоже our глаз это из последней их коллекции с последнего выхода soft glow я покатал instagram и здесь на ютюбе тоже кажется показывал очень мне нравится этот тон он такой вот и не матовый и не сатиновый но он ближе к сатину я бы сказала но он не блестящие и не мокрый и он конечно красивый на лице очень красиво смотрится не утяжеляет не перегружают наношу я кисточка refer очень нравится все кисти refer мне нравится это 31 где-то у меня прошлогоднее видео было с кистями многое там кистей показывал refer если вам интересно посмотрите эта кисточка у нас получается из козы и синтетики наполовину очень классно наносит такими там пущим движениями то он вот но у меня разные кисти вы знаете что у меня любимый кисти sony sony же конечно мне конкуренции но и refer я тоже люблю я сегодня напоминаю кто не сначала смотрит белый новогодний макияж и болтаю с вами на тему новогоднего настроения и вообще прошедшего проходящего года а если вы будете смотреть 1 числа прошедшего продолжаем дальше мой макияж наш макияж я буду наносить в качестве скульптора прекрасный скульптор от charlotte tilbury это в этом году один из моих любимых это оттенок fair и хочу купить еще на лето потемней обычно если я очень люблю какой-то продукты я покупаю в нескольких вариантах потому что для клиентов клиенты потому что у меня разные и летом у нас краснодарском крае очень часто такая бронзовая загорелая кожа этот оттенок он видите такой натуральный холодноватый я даже подумаю что его бы еще обновить потому что к следующему году к следующему к следующему лету или весне он у меня уже может под закончится это один из самых классных и удачных бронзеров у шарлоты и вообще среди бронзеров я не знаю как его назвать бронзер кажется он у нее бронзер называется до кремовый бронзер но я бы его отнесла к разряду скульпторов потому что он прохладного оттенка и он может создавать прям скульптурирование бронзер по мне это все-таки более теплые оттенки вот это прям скульптор очень красиво он прям натурального и он прям работает как скульптор так вернемся к нашему обсуждению всяких новогодних новогодней тематики новогодних пишите отмечали ли вы новый год 1 вот или где-то в поездке в поезде в самолете или еще где-то случайно не специально да ну вот как-то задержали рейс расстроились вы или нет или наоборот круто там с попутчиками своими встретили новый год у меня в дороге никогда не было такого да но я знаю что у многих людей бывает также не отмечала новый год 1 хотя у меня по моему что-то было похоже вот что не получилось или мой молодой человек не пришел ли что-то такое я помню я сидела грустила но пришла моя подруга забрала меня в свою компанию и не получилось отмечать 1 но такие предпосылки были вот были ли у вас и как вообще встречали в общем сегодня мы общаемся все на новогоднюю мальчику на про на тематику прошлого года но жду от вас комментариев и думаю вам будет самим интересно написать до необычные какие-то места где вы встречали новый год или условия или ситуации вот так смотрите как красиво нанесла скульптор сейчас буду наносить румяна румяна я буду использовать на кремовые хотя можно знаете для отмечания дома сделать по лайтовый макияж но так как я на камеру делаю мне нужно чтобы было видно будем использовать палетку от наташи тинона я не знаю показывала ли нет просто наверное показывала на сводчих но не показывал на себе тройная палетка хайлайтер сухой кремовый и румяна румяна тут без подобное обожаю я эти и они очень классно наносятся достаточно яркие и пигментированы и вот мы их немножечко предыдущей кистью со скульптором объединим этот оттенок вот эти румяна такой вот знаете немножко поджаренный эффект лица как я говорю ну знаете когда вы загорите у вас такое немножко поджаренный жареное лицо получается и мне очень нравится это это создает не некоторую такую как бы сексуальность свежесть не знаю как это назвать но уходит эта бледность и получается очень классный как будто вы только что загорали эффект на носик я себе не люблю румяна делать но я немножко сейчас сюда сделаю сюда так ну вот я нанесла румяна давайте сейчас хайлайтер нанесем это кремовый хайлайтер сейчас на нашу он прям такой кремовый и он не фиксируется сам сверху нужно что-то нанести сухой это сухой хайлайтер чтобы его зафиксировать для того чтобы он не отпечатался но если вы не планируете как-то прикасаться к лицу или лицом или телефон не будете прикасать например в эту новогоднюю ночь можно оставить и не закреплены не закреплены он очень красиво смотрится посмотрите скорее оставлю так мне очень нравится на мне именно сейчас кремовые такие текстуры они смотрятся очень легко сухие они подчеркивают а мою текстуру у меня текстурная кожа то есть всегда были вот поры расширены и сейчас уже у меня есть какие-то возрастные изменения вот сюда могут такие вот в морщинки попадать именно если я полирую сухим скульптором а кремовый посмотрите как классно смотрится живенько натурально и даже если он у вас где-то отпечатается или сотрется не беда это не страшно зато он смотрите как классно живо смотрится на фото будет очень красиво так и можно знаете любят визажисты вот сюда еще аккуратно если у вас тут нет морщинок до мимических пор тут тоже бывает вот на переносице достаточно много таких нежелательных анатомических особенностей в общем так теперь буду делать глаза припудрю припудрить обязательно нужно сейчас будет итак припудривать сегодня буду пудрой из палетки бабочка от our glass и у меня тут три пудры две такие более носибельные и одна более сияющая вот из этих носибельных я буду выбирать одна такая более беленькая другая чуть пожелтее на беленькая сильно мне кажется сейчас выберет меня возьму вот эту нижнюю и как раз мне нравится пудры our глаз использовать для вот таких новогодних или каких-то праздничных мероприятий потому что не хочется чтобы лицо было матовая хочется чтобы все сверкало и сияло и эти пудры они хоть и не дают такой блестящий эффект хотя в our глаз есть такая пудра блестящие дают холеную кожу но я не буду сейчас использовать блестящую чтобы не перегрузить и не подчеркнуть пор и эта пудрочка из вот этой палетки очень классная по названию четверто это 4 финишин powder это diffuse light это наверное diffuse light действительно называется если у вас есть возможность большом варианте купить покупайте она такая для белоснежек так и немножко ею под глаза потому что дим light не всем нравится дим light который очень популярный эти очень популярный очень популярные оттенок он немного разовит как некоторые говорят бежевит но это просто бежевый оттенок такой сероз Samsung fastest dim light это самый популярный потому что он первый оттенок из pud junge который наверное попробовал весь мир это оттенок который входил в троицу наверное все знаете до знаменитую Там была пудра димлайт, хайлайтер и бронзер. И поэтому димлайт известен всем. У меня в большом варианте есть димлайт. И я его часто использую. Он прямо у меня уже даже до дырочки затерт. Так, губы у меня немного в тоне. Видите, специально так сделала, потому что буду наносить красную помаду. У меня сегодня с красной помадой образ. Видите, я ногти сделала. Потому что, когда я последний раз, последнюю работу делала с моделью, там с Рыженькой, в Инстаграме посмотрите, если интересно. В Телеграме тоже есть. И я там делала ей с красными губами. И мне тоже захотелось на Новый год себе сделать красные губы. Красный цвет, он передает бодрости, зажигает. Если у тебя таскливое какое-то состояние, тебе нужно подбодриться, накрасть губы красным цветом. Это стопроцентный вариант. Так, я пока не добавляю румян. Сверху я их в конце добавлю, сухих. И вообще скульптора. Скульптор, пожалуй, не буду добавлять. Мне достаточно этого. Потому что скульптор от Чарлотты, он муссовой формы. Он, когда ложится на кожу, он становится как бы пудровым. Поэтому, мне кажется, достаточно. Особенно, если я не буду где-то делать фотосессию, сниматься, то я не дублирую. Достаточно этого. Если вы планируете, у вас такие планы на Новый год, что у вас будет много съемки, и, да, там бывают такие вот тематические всякие мероприятия, ну, разные, то добавьте сухого скульптора, чтобы больше на фото и видео у вас больше скульптурирования было. Мне не нужно. Поэтому переходим мы, наверное, к глазам брови. Я уже сделала заранее. Они у меня немного там покрашены. В общем, достаточно. Не буду я сейчас их перегружать. Брови-то моя больная тема. Но я уже себе их потихоньку исправила. Как только начала опять заниматься бровями, кто не знал, кто у меня в Инстаграме не следит за мной, то я опять начала заниматься бровями, хотя давно занималась, но не было какого-то прям профессионального обучения. Сейчас вот осенью я пошла и отучилась. Вообще у меня такой год странный в этом году. Вроде какой-то не очень хороший, и начался плохо. Ну и у всех он, да. Но мне удалось как-то максимально выжить из последней половины года для себя лично и обучение. Я прошла два обучения по бровям и начала бровями заниматься. И приобрела новую для себя профессию парикмахерское искусство, которое мне казалось просто для меня недосягаемым, потому что это сложно. И вообще это не моя тематика оказалась. Но вот понимаете, когда кажется тебе что-то на дне, что ты не знаешь, куда дальше стремиться и двигаться, пропали все цели в связи с ситуацией, и совсем-совсем-совсем, у тебя как-то раз и подворачиваются какие-то идеи, и находятся выходы, и вот так бывает. Сейчас я расскажу дальше, буду краситься, дальше рассказывать. Ну, в общем, сначала я тонирую глаза. Мы сейчас перешли к глазам. И я нашла очень крутые такие базы. Они похожи на базы Peele Louise. Не знаю, может быть, они вообще с одного болотца, колодца размешаны, а может быть и нет. Похожи они очень на Peele Louise. Это базы с AliExpress. Называются они Backy Sue, что-то в этом роде. Они очень жиденькие. Сразу говорю, что они прям такие, не фиксируются. А, кстати, базы Peele Louise тоже не фиксируются. Их нужно сухими тенями фиксировать. У меня в оттенке Medium вот этот цвет. И он такой прям телесный, натуральный. Он похож на консилер как бы. Можно как бы консилером все это делать, вы скажете. Но мне не нравится консилером делать. Консилер плотность создает. Это прям тоненькая такая база. Тоненькая-тоненькая. И мне прям нравится, что она не утяжеляет. Я на все подвижное веко наношу и растушевываю прям до брови. Это будет у меня основа. Основа такая для дальнейших вообще там теней. Потому что сейчас я еще кремовую блестяшку на подвижное веко нанесу. И сначала всегда начинаю как бы с основного оттенка базового или с базы. Вот. Этот оттенок Medium мне очень нравится. Я заказала еще потемнее, но он никак не дойдет. Очень долго, к сожалению, эти базы идут. Ну, можно купить, конечно, у наших байеров. Я знаю, Таня из Питера Байкова продает эти базы. У нее есть в наличии, если вы хотите. Можно, конечно, поискать байеров. Но долго эти базы идут. Я у двух уже, у двух, конечно, заказывала, но оба раза мне все приходит. Значит, у меня есть вот такой цвет. У меня есть еще фиолетово-лавандовый и белый. И мне понравились. Там есть розовый, такой мятный. Какой еще там есть? В общем, разные оттенки. Не сильно много, но базовый есть. Главное, что есть белый, и он стоит порядка 200 рублей. А сейчас такие белые подложки. Вот, например, у Крыгины достаточно дорого. Очень похож на текстуру крыгинских конкретов, но немножко другой. Более, мне кажется, кремы у Крыгины прям более жидкий вариант. Вот, я, в общем, нанесла базу, так скажем, импровизированную. Что сейчас буду делать? Я немножко нанесу более темного оттенка на внешний уголок. Вообще, на форму. Для этого я взяла четвертый оттенок от Алены Тофель. К сожалению, из-за ситуации с Украины, да, вы больше не можем покупать тенты. Эти тенты может у кого есть в запасе. Слава Богу, я их много накупила в прошлом году. Вот. Либо у байеров, может быть, у кого-то вы найдете. Берите, не раздумывая. Это одни из лучших тентов. Вот вам честно говорю, к сожалению, жалко, что сейчас это все. Ну, вы поняли. недоступны. И я не хочу, конечно, затрагивать вопросы сейчас, вопросы отношений, Украина-Россия, и все такое, но вы понимаете. Вот. Но этот производитель мне нравится именно своими тентами. Так, у меня тут зеркало из Икеи. Родная Икея, которая ушла от нас. Как же я страдаю, честно, по, именно, только по Икее. По Кока-Коле не страдаю. По другим продуктам не страдаю. А вот по Икее страдаю. Так, значит, вернемся мы к нашему новогоднему макияжу. Видите, что я сделала? Я просто немного создала форму для своего макияжа. и сразу затемнила. Сильно не затемняла подвижная века. Начала с неподвижного. И, посмотрите, у меня уже видно, что уже как бы есть макияж на половину. Готов. И на фото это будет смотреться хорошо, потому что я подготовила кремовой подложкой. и сейчас буду делать сухую сверху. А если бы я не проложила кремовые тени, то на фото даже при суперсовременных телефонах все равно было бы либо бликование, либо куска какого-то не хватало, потому что мы все фоткаемся не обязательно в правильно выставленном свете, и может такое случиться, что макияж с дырами будет. Это потому, что не хватает кремовой подложки. Ну, я думаю, что вы многие знаете об этом, но хотя многие предпочитают только тенями краситься, если в обычной жизни, это достаточно, если для фото видео, где вы фоткаетесь, хотя сейчас все фоткаются на телефон, и, конечно, этого недостаточно иногда бывает. Съедается макияж, ты вроде накрасился, смотришь, где тени. Их нет. Так, давайте с вами посмотрим новую кремовую тень. Я хотела сначала другие тени положить, в которые я делала моей модели рыжеволосые, кто не видел в Келеграме или в Инстаграме, еще раз посмотрите, там тенюшка кремовая от Данисы Майрикс. Там ее видно и подписано, но я буду сейчас делать новые тени, они вот пришли совсем недавно, с Sunlight Glow от Шарлотты Тилбери. Это такой аналог от знаменитых теней Томфор. Вы, наверное, знаете, у Томфорд есть такие похожие тени, очень красивые. Я прям не хочу их портить, но что, ради вас сделаем. вот такой оттенок. Это такой золотой с розовым переливчиком. Так, и мы его сюда поместим. По мне так тени Шарлотты гораздо интереснее, чем Томфорд. Они такие вот тоненькие, легенькие. Я вспомнила оттенок Сфинкс. Оттенок Сфинкс у Томфорд в такой же гамме. Но все-таки да, у Шарлотты просто это новые тени, и они наверное больше такие более современные уже. Оттеночки какой-то интересный, формула более современная, потому что у Томфорд она более плотная. Многие слышали, не понимают, как работать с кремовыми тенями Шарлотты. Якобы они скатываются и вообще куда-то складочки и так далее. Смотрите, у Шарлотты кремовые тени не совсем самостоятельные, они могут быть самостоятельными, то есть их не нужно покрывать ничем, если вы их положите на суперстойкую базу. Вот, вы кладете суперстойкую базу, как я сейчас делала перед этим, но только у меня там не суперстойкая, и сверху кремовые тени, и оставляете, но они у нее не стойкие. Это сделано для того, чтобы и глазу было легко, и вообще у Шарлотты такой вот принцип, как бы не принцип, а фишка, делать легкие и носибельные текстуры, чтобы любая женщина могла растушевать, не только визажиста, а если она бы сделала суперстойкую текстуру, например, такие текстуры были в Makeup Forever, там кремовые тени, которые за одну минуту или полминуты засыхали, высыхали, они, конечно, не требовали сверху перекрытия, но они высыхали, и все. Их обычный человек, пользователь, обычная женщина, не могли растушевать быстро, для этого требуется навык визажиста. Вот, Makeup Forever это косметика прям профессиональная, а Charlotte это больше люксовая косметика, поэтому все логично, что она не сделает такие текстуры, которые вы не сможете растушевать, не будучи визажистом. Поэтому сверху требуется просто перекрытие сухими. И если у вас жирная века, то, конечно, тут, ну, это не универсальный продукт, так скажем, но никогда не скатывается, потому что правильно работаю. еще не бахайте много кремовых теней на века, да, тоненький слой, тогда скатываться ничего не будет. Ну, и как я все до этого говорила, какой способ, если жирные веки, и вы хотите использовать кремовые тени шарлоты, что нужно сделать? Обезжирить подвижное веко, то есть вам нужно хорошо мицелляркой пройти, потом снять мицеллярку тоником, и потом либо стойкий, устойчивый тон, либо стойкий, устойчивый консилер, либо стойкоустойчивая база. Если вы нанесете на верхнее веко, ну, когда вы будете тонировать, например, тот же тон, как я наносила Hourglass, или какой-то консилер типа Dior, то все у вас поплывет, если у вас жирное веко. Вот, у меня не жирное веко вверху, наоборот, мне нужно увлажнять. Вот, поэтому есть определенные правила, которые нужно выполнять, и все у вас будет хорошо, и не бахать протукать много тоненьких. Ну что, теперь я перед тем, как выложить какую-то блестяшку сюда, я наношу какой-либо карандаш на ресничную зону, делаю межресничку. Так, я рисую межресничку. У меня в руках карандашик Maybelline в коричневом оттенке, но можно и черным, конечно, я предпочитаю себе коричневым и многим, в принципе, смотря какой макияж. И вот здесь немножко слизистую тоже прокрашиваю, смотря какая слизистая, да, если у вас выпуклая слизистая, то прокрасьте. Но не всем это комфортно, бывают такого линзы некомфортно, но в принципе я уже достаточно давно это делаю, приловчилась и у меня карандаш не попадает на линзу и не касается линзы. Клиентам тоже делаю. Межресничку нужно сделать. Смотрите, межресничка это не стрелка, не нужно делать огромную сантиметровую подводку, это как бы не подводка. Старайтесь прям один миллиметр код ресниц. И после межреснички я уже могу всякие манипуляции делать с подвижным веком, блесточки наносить, потому что потом межресничку тяжело прокрашивать. вот, потому что уже когда есть блестяшки они ну нужно их трогать пальцем, нужно их там тормошить и это нехорошо для стойки. Сейчас я буду наносить прекрасные глиттерные оттенки, вернее глиттерный оттенок из вот этой классной палетки Минка. Я сделала на нее отдельный обзор отдельно. Сейчас посмотрите на эту красоту. Она мне пришла перед Новым годом. Конечно, я не успела на нее сделать обзор, но на этой неделе пришла. Вот, какая красота. Покупала, конечно, через Байера. Где же еще сейчас россияне могут заказывать? И я буду использовать вот этот красивый такой холодный золотой оттенок. Холодный золотой, очень красивый. Перед этим я для того, чтобы у меня держались тени целую ночь, новогоднюю ночь, я буду наносить на мою кремовую уже основу что-то из вот этих продуктов. Это глиттерные праймеры. Вот, меня кто-то спрашивал, как я креплю блестяшки и пигменты вот на такие праймеры. Это NYX. NYX я не знаю, есть или нет, но сейчас аналоги есть прям похожий тюбик на Вайлберисе. Посмотрите. И вот Sephora. Sephora, конечно, уже давно снята с производства. У меня запасы, честно говорю, запаслась много, поэтому не страдаю этим. Но еще раз говорю, что на Вайлберисе есть очень похожий тюбик. И он говорят по отзывам даже лучше NYX. Но не такой он прям плотный, легенький. Смотрите, сюда наношу пальчиком очень легко. Вот. Не перебарщиваю. Мне не нужно здесь получить плотную килограммовую основу. И не захожу на темные кремовые тени, только там, где у меня будет красивый золотой оттеночек. Так, и беру этот оттеночек пальчиком, потому что только пальчиком можно нанести такие сверкучие яркие спарклы. Ну, кисточка, они сыпятся. И приклеиваю сразу посмотрите. Это произведение искусства. Это, конечно, что-то. Я, когда их первый раз наносила, я была в шоке от этого перелива яркого пигмента, скорее от блестяшек. Ну, действительно, да, нанеся на подвижное веко вот такую классную листяшку. Можно уже сделать стрелку, что, собственно, я сейчас буду делать, но еще я немножечко складку подтемню и внизу. И все. Так, мы приклеиваем внизу. Немножко у меня сыпалось, я сейчас консилер уберу. Так, на нижнее веко я наношу оттеночек кремовых теней. Это тоже Алена Топель, вот 25-й, классный, ну, такой он. То есть, вверху у меня был чуть потемнее, внизу у меня такой вот, он посветлее и побежевее. Так, в общем, продолжим новогоднюю тематику. Что вы будете делать на новогодних праздниках, если вы офисные работники и отдыхаете до 11-го? Напишите, это тоже интересно. Можете прям писать по пунктам, да, первый пункт у нас необычный Новый год, второй пункт у нас, да, какой, что вы будете делать на новогоднюю ночь, где вы будете вернее отмечать в этом году, дома или где-то еще, третий пункт у нас, что делать будете все праздники, вы едете может быть или просто валяться дома будете отдыхать, вот, для тех, кто дома советую скачать фильмы, я сейчас скачала, вчера начала смотреть Эмили в Париже, я не помню, какой-то третий сезон, что ли, этот фильм меня просто всегда завораживает невероятными красками, невероятными дизайн, невероятным дизайном одежды, как и подбирают актерам, особенно главной героиней Эмили, наряды, это просто что-то, это наряды самые, наверное, крутые от кутюр, я обожаю наряды Эмили, и всех героев там наряжают в своем стиле, очень классно, и мне нравится, когда они, например, вместе, нравится композиция, картинка, наверное, самые лучшие, не знаю, дизайнеры одежды или костюмеры для какого-либо фильма, как они круто сочетают картинку вместе, вот, сотрудники одной фирмы, вот это рекламного агентства, где они одеваются каждый в своем стиле, и каждый день они одеваются по-разному, и их стиль выдерживается, и как круто, просто до мельчайших деталей продумано, и очень мне нравится наблюдать за нарядами, все сезоны я смотрю просто на это сочетание красоты, одежды, макияжа, ну, кто смотрит, кто смотрел Эмили в Париже, вы, наверное, в курсе об этом, так, что я сейчас делаю, сейчас мне просто нужно тенями закрепить кремовые текстуры внизу, и на неподвижном веке, сейчас я возьму палетку, тоже новую Марио, показывала я в самом последнем своем видео, но не красилась ею, красило уже несколько человек, мне очень понравилось, это такая вот натуральная, классная палетка, обожаю ее, теперь она у меня одна из самых любимых, так, эта палеточка, как я говорила в прошлом видео, может несколько пылить, но не беда, нужно просто мягкими кистами набирать, так, так, я там говорила о том, что я делала в этом году, в общем, и каким результатом я пришла, да, к концу года, пока крашусь, немножко расскажу, полгода, да какой полгода, большую часть, до августа я совмещала работу визажиста, визажистом я уже являюсь с 11 лет, да, вообще не только визажистом, я занимаюсь и прическами, и бровями занималась, потом забросила, вот сейчас заново, и с 2020 года, когда началась пандемия, ну, были, естественно, проблемы в работе у визажистов, вы все знаете, салонов и так далее, никаких, никто не собирался на праздники, и я пошла к своему супругу работать администратором или управляющим и менеджером по HR менеджерам, менеджерам по персоналу, в общем, все в одном, и управляющим я там тоже работала, и совмещала, и что я вам скажу, это адская работа, потому что это общепит, и это просто высосало все мои силы, я работала, получается, с мая 2020 и по августу 2022, я не знаю, это получается, больше двух лет, совмещала и работу с визажем, но визаж я забросила, да, и поэтому результаты меня не радовали, потому что я не понимала, что я делаю, я топчусь на одном месте, ничего не делаю, крашу модели, крашу клиентов, никакого продвижения, все потому что я не могла отдать себя полностью, как я раньше отдавала, потому что у меня была другая основная работа, которая просто поглотила меня настолько, что я вот и в субботу работала и не могла никак, никак не могла вообще просто продохнуть, так скажем, это адская работа, точно не моя, не для меня, может быть, кто работал в общепите, знает, и это просто невероятные сложные отношения с людьми, с людьми такого контингента разного, а я работала с персоналом как раз, конкретно занималась, это было очень тяжело, очень много конфликтных ситуаций, и когда тебя не доведят ни за что, и вообще много всего, я как-то в инстаграме говорила, когда я ушла с этой работы в сентябре, вот, и у меня просто, просто уже не было сил моральных и никаких, у меня было, испортилось очень сильно здоровье, очень подорвалось и психи, психологическое, психическое, и физическое, на фоне стрессов, и на фоне нервотрепок, и всего-всего, и я просто, у меня были истерики, и все-все, в общем, очень все сложно, очень, потому что я больше не могла находиться в этой обстановке, ну, чтобы вы понимали, так как, когда ты ответственна за людей, персоналом, то все шишки на тебя, все, все на тебе, и плюс, это как бы собственный бизнес, но ты не директор, а директор муж, а муж у меня очень требовательный, и у него нет такого понятия, как родственники, жена там работает, в общем, я порывалась много раз уйти, но как бы тяжело было уйти, когда-то уже в этом увяз, в общем, наконец-таки я ушла, ну, так получилось, что, там, наконец-таки меня муж отпустил, ну, в общем, да, наконец-таки мне удалось вырваться из этого плена, вот, но, конечно, не просто так, не без испорченных отношений с мужем, ну, все такое, не буду, наверное, пока вдаваться в подробности, нет у меня пока сил это все рассказывать, ну, но, я вернулась в свою деятельность, которую забросила, и вы сами понимаете, когда ты уделял чему-то другому два года, в эту профессию, в твою пришли новые люди, они свежие, с свежими идеями, молодые, готовые бесплатно иногда работать, и готовые много чего делать за бесплатно, а это клиенты любят, и это вообще любят все заказчики, ну, как я была когда-то, 11 лет назад, я, естественно, не готова, потому что, ну, мне нужно зарабатывать, не готова бесплатно возвращаться к нулю, и с нуля все начинать, по сути, у меня получилось так, что мне нужно начинать с нуля, именно не как блогер, да, хотя и как блогер тоже, потому что это тоже я забросила, но и как визажист, мастер по прическам, потому что в моем городе, хоть он и небольшой, но нет сарафанки такой, есть сарафанка, но здесь все-таки много уже новых, прежних людей, и нужно себя рекомендовать заново в нашей работе визажной, нельзя останавливаться, нужно бежать, 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 и без остановки, чтобы на твои пятки никто не наступил, в бьюти-индустрии, это так, в общем, так и случилось, я просто, начиная с сентября, не понимала, что мне делать, вообще, что делать, я красила модели, ничего, это не залетало, ну, плюс ситуация, что таргет в инстаграме отключили, и никак себя не проявишь, а я, когда работала визажистом, я работала с таргетом, да, и акции, и рекламы какие-то, это, это можно было, это не Москва, и не Питер, где вы можете спокойно зарабатывать, даже без таргета, и без инстаграма, у нас работает, ну, вот, сарафанка, инстаграм, в общем, так случилось, что я немного впала в какую-то такую депрессию, из-за того, что ничего не получается, все разваливается, и не понимала, что мне делать, но, слава богу, к концу года у меня появилась какая-то цель, и у меня появились в голове четкие, осознанные действия, я поняла, что мне нужно делать, да, я перешла немного в другую профессию, в парикмахерство, кто не знает, еще раз, я как-то вот пошла и выучилась, но этого недостаточно, потому что это сложная деятельность, это не просто выучился на визажиста, и ты уже раз и красишь, здесь нужно еще проходить обучение, если тебе первое обучение этого было недостаточно, а у меня так всегда, первое мое обучение, вечно, чего-то мне не хватает, потому что ты входишь в новую сферу, и не всегда круто получается найти крутое обучение, изначально, вот, теперь я буду доучиваться, еще раз доучиваться, чтобы уже, я, конечно, мечтаю быть только визажистом, это, потому что 150, 200, 500 процентов мое, но сейчас вы видите, да, что люди экономят, люди пришли к тому, что они перестали собираться на корпоративы праздники из-за ситуации, бобилизации и всего, да, не буду называть, чтобы не заблокировали мое видео, и уже визаж, многих не интересует, и сложно, когда тебе нужно этим зарабатывать, когда у тебя нет богатых родителей и мужа, да, ребенок, нужно зарабатывать в своей профессии, ты не можешь прохлаждаться, как бы, вот, поэтому, ну, я, в принципе, да, мне понравилось парикмахерство, и я буду этим заниматься, мне понравилось работать с волосами, с волосами я работала, у меня были, я уже работаю мастером по причинскому, и с волосами я работала, но я не работала со структурой волосов, с окрашиванием, с стрижкой, и прикольно, мне понравилось, у нас была прикольная группа, все классные, веселые, и было много человек, может, поэтому мне нужно еще теперь доучиваться, потому что, когда ты учишься в 10-12 человек, много, ну, как бы, не тебе не доходит и не долетает, преподаватель не успевает, поэтому я всегда за мини-группы, и в своих обучениях я обучаю визажистов, и как бы, всегда за то, что мини-группы должны быть, преподаватель может уделить внимание, вот, но зато было весело и круто, всегда в таких группах веселуха, но информации ты теряешь на 50%, а то на 70%, и, но, знаете, я зато, зато поняла, что, как мне нужно продвигаться, как мне нужно дальше, в каком направлении идти, чтобы не просто красить там бесконечно, бесплатно, и работать бесплатно, многие знают, что блогеры, визажисты, красят вечно, или вообще работают, но чаще всего очень бесплатно, чтобы этим можно было зарабатывать, и даже если вдруг мне придется переехать в другую страну, например, то я тоже смогу этим зарабатывать, и, к сожалению, нужно сейчас уметь многое, не только визаж, но многое, хотя я люблю, например, какую-то, всегда двигаться в одной, в одном направлении, но жизнь меняет, все расставляет по другим местам, и если раньше было принято в России развиваться только в одном направлении, если ты бровист, ты бровист, визажист, визажист, нельзя быть, как это говорят, не знаю, мастером в разных областях, а сейчас я смотрю, что много уже пришли к тому, что люди доучиваются, переучиваются, еще получают множество других профессий, других направлений, потому что жизнь диктует такое вот это, что ты уже не заработаешь на одной какой-то деятельности, но во всяком случае здесь, сейчас в России, не знаю, как там, за рубежом, за границей и в других странах, напишите, если вы в бьюти-сфере, занимаетесь либо вы в одном направлении, или приходится тоже работать в нескольких, там, наращивать ресницы, делать макияж, делать прически, там, не знаю, заниматься реконструкцией волос, как сейчас модно, да, ботоксом, сейчас очень много, да, вот это, но это приносит доход. В общем, такой у меня немножко вот рассказ, кто, в общем, девочки не хочет слушать, но некоторые меня смотрят только из-за обзоров, не на личную тематику, но вот меня сегодня пробило на личную тематику, я надеюсь, не удалю это видео, как иногда у меня случается, когда наибегут у меня хейтеры, начинают всякие, писать мне в личку, везде, то все нахрен сношу, ну просто хотелось поделиться этим годом, да, этими мыслями, кто просто со мной давно, да, я как-то всегда отстраненная и стараюсь не рассказывать много про себя, чтобы не вызвать негативные вопросы и мнения хейтеров и вообще просто людей, вот, ну сейчас хотела просто поделиться, потому что канал уже больше, чем просто какие-то обзоры, он более, он личный, да, и многие со мной давно, и чтобы вы понимали мои настроения и вообще, как я живу, что у меня там происходит, продолжаем, вы видели, наверное, что я делала, я не могу красить и разговаривать, делать и разговаривать, мне даже все об этом говорят, Юля, ты когда болтаешь, ты перестаешь работать, ну да, мне нужно молча, молча работать и не рассказывать, вот смотрите, как я сделала, я затемнила темным самым цветом внизу и вот вместо, как бы стрелочку сделала и посмотрите, как красиво получилось, сейчас я только накрашу ресницы, я не буду делать ресницы себе, ну, если бы я шла, может быть, в какой-то клуб, я бы сделала, наклеила ресницы, но я буду дома отмечать этот Новый год и поэтому мне достаточно будет накрасить ресницы, сейчас накрашу, я крашу ресницы, вот уже несколько месяцев тушь покупаю от Шикми, в принципе, неплохая, она мне нравится, что она не мокрая, потому что у меня проблема с отпечатыванием на одном глазе, у меня нависание, и она нормальная, тушь подкручивает, мне сначала казалось, что она какая-то сухая, но это потому, что она не мокрая, вот, она не сухая, изначально вы покупаете, может такой эффект у вас, казаться, что она мокрая, но нет, так, значит, я накрашу ресницы и внутренние уголки, наверное, мне нужно подсветить и каял какой-нибудь на нижнее веко, хотя не хочу, каял сильно перегружает нижнее веко, мне нравится и так, у меня сужается глаз, и не очень красиво получается, когда я становлюсь девушка легкого поведения, тогда и какая-то сразу взрослее, старше, мне начинают писать, что я плохо выгляжу, хотя видите, иногда из-за одного каяла, неправильно нанесенного какой-то, какой-то манипуляции в макияже, получается так, пока на камере вроде ничего, вроде неплохо, все, пошла ресницы красить, вернусь сейчас, в общем, посмотрите, какая красота, все-таки с ресницами получилась, внутренний уголок я сделала вот этим спарковым оттенком, какая же это, все-таки классная божественная палетка для каждого дня на все случаи жизни, посмотрите, как прикольно я сделала себе макияж, да, я использовала и спаркл, можно было и спаркл отсюда использовать, я рассказывала в прошлом видео, что тут есть спарклы, да, вот 4, они сияют, но они, конечно, не такие глиттерные, спарклы, как из палетки минка, да, какой-то у меня, но зато они форму, зато остальные оттенки формы классно создают, и этих достаточно, если вы не гонитесь прям за вот таким эффектом, но такой прям новогодний эффект, он, конечно, очень круто, круто смотрится, если сюда еще реснички добавить, просто будет бомба, но я сегодня без ресниц, что я сейчас буду делать, румяна, и хайлайтер обновлю, да, хайлайтер ставлю все-таки таким сияющим и мягким, не хочу я делать сухой, чтобы тоже не подчеркнуть такие моменты, поры и все такое, и губы, губы красные, буду делать красные губы, это мне очень нравится и натуральный, но красненький и делаем, так, я, конечно, из бабочки возьму вот этот оттеночек, румян, и аккуратненько сильно не перегружаю, нанесу, они просто очень яркие, видите, они такие коралловые, так, супер ярчайшие, хотя у глаз румяна, они такие бывают очень нежненькие, полупрозрачные, но не в этот раз, так, ну и еще раз хайлайтер кремовый, вот сюда, на носик, если вам нравится эффект, можно нанести чуть-чуть и над губой, так, ну и переходим к помаде, ну что, посмотрите, совсем другая Юля, что я сейчас на губы нанесла сразу, это карандаш Vivienne Sabo 206, такой он красный, и помада от Шарлотты, помните, я вам давно ее показывала, наверное, а может и не показывала, ну конечно, посмотрите, это супер новогодняя упаковка, это супер красивый цвет, я не знаю, наверное, это лимитка, называется на лаке Черри, да, это лимитка, и это просто супер красивый, обалденный, натуральный, классический цвет красной помады, подходит мне под ноготки, она очень красивая, очень, ну мне, конечно, только одно оформление просто уже, уже поднимает настроение, я когда смотрю на красные цвета, мне сразу представляется Новый год, поэтому, если вы не знаете, как поднять себе настроение, просто украстьте дом в каких-то красных таких оттенках, сделайте себе макияж с красной помадой, и настроение улучится, честно, я сейчас даже красилась, приехала в студию, у меня нет новогоднего настроения по определенным понятным причинам, и вообще, ну как тут может быть новогоднее настроение, да, но решила сделать макияж, накраситься, сделать себе новогоднее настроение, самой поднимать, искусственно, ну что, дед, вот, давайте немножко себе сделаем это новогоднее настроение, создадим, женщины накрасятся, оденутся красиво, потому что, ну нельзя быть все время в печали, в негативе, нужно искусственно, хотя бы искусственно создавать себе настроение, что как ни макияж и прическа можете сделать, вот, мне кажется, мне удалось самой себе настроение поднять, надеюсь, сейчас уже 4-5 часов, когда монтировать, не знаю, но обязательно я смонтирую 1 числа, вы посмотрите, вот, потому что праздников еще много, настраиваться на позитив нужно, веселиться нужно, чтобы не происходило, вот, я очень рада, что вы были со мной этот год и подбадривали, и когда были не очень хорошие там ситуации, и писали мне, кто-то лично со мной знаком, кто-то лично общается со мной в личку, не бойтесь, пишите, вот, всякие разные моменты были, кто-то мне негатив писал, но, знаете, через негатив мы растем и понимаем какие-то свои ошибки, и у меня есть ошибки, да, и у вас иногда это больно слышать, неприятно, но я как бы поняла, что я расту, да, я хотя бы сейчас не стопчусь на месте, не стою, я поняла многие свои ошибки, много-много всего по поводу себя, самое главное это двигаться вперед, не топтаться на месте, стараться найти выход, выход он всегда есть, он всегда найдется, не всегда быстро, но он найдется, главное верьте, в то, что вы не одна такая с такими проблемами, вы не одна с каким-то сложными жизненными ситуациями, у всех, у многих сейчас очень сложный период, и не закапывайтесь, не зацикливайтесь, старайтесь находить позитивные моменты в своей жизни, и я вам желаю, чтобы все плохое пусть останется в этом очень сложном 2022 году, не тяните все отсюда в 2023, оставьте это здесь, вступите в Новый год с новыми мыслями, с новыми начинаниями, желаниями, не планируйте слишком много в карте своих желаний, планируйте только то, что может реально сбыться, случиться, вот, и я верю, что все-таки в следующий год он будет легче, он многим принесет какие-то плоды, многих продвинет куда-то, себе желаю и вам желаю, пусть следующий год 2023 будет хотя бы более продуктивным, более позитивным и многие сложные моменты пусть отстанутся только 2022 2023 пусть принесет нам всем надежду на лучшее и я с вами прощаюсь с наступающим совсем скоро уже Новый год а может быть кто будет смотреть мое видео уже будет Новый год и я вас поздравляю с Новым годом с новым 2023 годом я конечно не могла не снять это видео хотела обязательно вас поздравить я почти каждый год вас поздравляю или в инстаграм или на ютюб но на ютюб хотела снять это разговорное видео пожелать вам всем хорошего Нового года года Продолжение следует...